это методичка по философии живой школы потому что читал не прочитал понял да понял и намерение озвучивать свои принципы и уже не имеешь права от них отступать а мы и записываем эти интервью для того чтобы добрый день дорогие друзья мы рады приветствовать вас на очередном видео в рамках цикла видео о живой школе мое имя виктор тереховский я сооснователь маркетинговой компании unknown маркетинг и сегодня со мной руководитель и сооснователь семейного клуба мечта ольга гаранжа сегодня мы с ольгой поговорим о том какой будет миссия и видение живой школы в рамках той концепции которую мы уже описывали в предыдущих видео и сейчас я думаю ольга нам напомнит сделать краткий обзор той концепции которую мы описывали ранее и после этого мы перейдем непосредственно к миссии и видению поля добрый день тебе слово добрый день виктор добрый день наши уважаемые зрители и начнем с того что вспомним о чем мы говорили предыдущих наших интервью сегодня стало очевидно что на месте разрушающихся школ необходимо построить не только новые стены и создать новую модель образования которое будет способствовать вас осознанного общества что мы под этим подразумеваем общество которое понимает что мы делаем и какие результаты от наших действий мыслей и поступков мы получаем необходимо менять устоявшуюся систему образования так как она воспитывала послушное общество а сегодня быть послушными это не значит уметь слушать и слышать друг друга нашим детям стало неинтересно ходить школу так как отсутствует мотивация любая информация сегодня есть свободном доступе в интернет они ее легко добывают и соответственно им интереснее намного провести время возле компьютера чем непродуктивно его использовать этот вопрос очень значительно тоже влияет потому что результаты с которыми ребенок выходит со школы они тоже не очень вдохновляют как сегодня родителям приходится нанимать репетитором перед поступлением высшие учебные заведения очевидно прийти новая модель образования такая модель образования уже создается создаются живые фу школы фокусе внимания которых стоит ребенок и все что для него создается система образование в основе которой лежат любовь и уважение к нашим детям объединяются команды людей с призванием педагог для которых необходима территория и атмосфера сотворчества они конкуренции также сегодня мы наблюдаем как развивается онлайн образование и именно онлайн образование это будет переходной мостик который позволит перейти от одной системы образования к другой сейчас родители онлайн образование выбирают еще и потому что важно сохранить здоровье наших детей сохранить системность и непрерывность учебного процесса а в дальнейшем также онлайн образование будет подходить еще детям которые путешествуют в течение всего года со своими родителями также те которые определились со своим талантом и уделяют его развитию большую часть своего времени также мы поговорили о новой роли руководителя в живой школе что они прежде всего должны стать наставниками для педагогов которые способны объединять и вдохновлять команду людей и для этих навыков руководителям необходимо обладать кросс-функциональными знаниями и понимать систему управления организации иметь креативное причинно-следственное мышление и понимание и как это повлияет на наших детей и на создание нового общества супер действительно если резюмировать одним предложением мы говорим о том что концепция живой школы должна позволить нам сосредоточившись на воспитании личности ребенка помочь в создании общества на территории которого однозначно не может произойти война которая не может когда мы говорим о том что это общество защищенное от таких бедствий как война благодаря своей образованности благодаря своей своему социальному воспитанию супер мы затронули уже инструменты заговорили о объединении команды и сегодня как раз у нас история про миссию и видение это своего рода и есть инструменты объединения людей внутри живой школы давай тогда поговорим о том что необходимо создать руководителю живой школы для того чтобы объединить команду педагогов вокруг одной цели это воспитание личности ребенка здесь нужно начать с главного вопроса зачем зачем нужно реформировать систему образования и какие выгоды мы все получим от этого основная выгода это счастливое воспитанное и образованное общество которое своими поступками и деятельностью заслужит уважение в мире мы понимаем что уважение нельзя купить его можно заслужить своим стилем и образом жизни своими поступками чтобы к нам приезжали и удивлялись а как у вас получается быть счастливыми как у вас получается создавать так вот мы все должны понять что условия для создания это отсутствие борьбы внутри общества отсутствие конкуренции и сотрудничество между людьми во благо каждого учитывая интересы всех они отдельной ли если мы обратимся к истории мы понимаем что в мире с определенной системностью происходят войны и казалось бы меня не касается пока война не приходит в твой дом и миллионы людей превращаются в беженцев и здесь важно понять всем людям что мы делаем такого что приводит к войне каковы истинные причины всех войн в истории человечества я сейчас не буду и не предлагаю нам виктор с тобой останавливаться на причинах я думаю что каждый если захочет ответить на вопрос который мы задали он найдет ответ на этот вопрос и прежде всего внутри себя самого нужно только это захотеть сделать и понять мы педагоги и родители должны понять какие семена нам необходимо посеять уже сейчас и заботиться о их рост и разве чтобы наши дети жили в мире которым нет войны чтобы получилось воспитать осознанное общество людей руководящей коалиции живой школы необходимо создавать философию жизни школы стать носителем этой культуры и вдохновить этим стилем жизни всю команду людей которая будет иметь причастность к воспитанию образованию наших детей как руководитель семейного клуба мечта я понимаю что это возможно у нас получается создать пример человеческие взаимоотношения внутри нашей команды мы не останавливаемся продолжаем развиваться благодаря системе знаний которую руководители компании получили продолжают получать международной школе управления гелон ну действительно то что ты говоришь и звучит за за гранью пока что понимаемого потому что мы все привыкли к той системе образования которая у нас есть мы даже привыкли говорить о том что она считается лучшей потому что когда-то она была лучшей да вот там еще давным давно мы мы были горды нашей системы образования сейчас мы понимаем что мы застряли и мы действительно не развиваемся в этом направлении абсолютно ты сказала про философию живой школы здесь хотелось бы становиться детальнее что в себя включает и какие элементы вот необходимо настроить или же внедрить руководителю живой школы вместе с командой для того чтобы эта философия выходила дальше чем просто надпись на входе в школу или же надпись в кабинете смотри виктор застряли потому что это очень хорошее слово мы понимаем что все должно развиваться а тяжело воспринимается потому что этого еще не было а идти неизведанным путем всегда намного сложнее чем идти по протоптанной дорожке начать с чего мы начали нашу философию мы начали с того что соды создали кодекс чести это осознанные правила поведения внутри школы и за ее пределами по которым выстраиваем мы свое взаимоотношение внутри команды и прежде всего этому учится каждый сам педагог я бы сказала абсолютно все весь коллектив школы почему потому что каждый должен понимать что если он не станет примером воспитанности образованности толерантности ему нужно отказаться от профессии педагог естественно каждый совершает ошибки здесь важно понимать если у человека желание видеть их исправлять становиться лучше сегодня чем ты был вчера своим примером поведения мы педагоги руководители все люди которые связаны с образованием родители будем воспитывать наших детей потому что дети они смотрят на нас и они подражают нам это такой первый шаг второй шаг необходимо осознать миссию живой школы это воспитание личности человека который своей жизнью и деятельностью улучшает мир и строит благополучное общество также свою миссию должен осознать и руководитель наставник школы его основной задачей является вдохновлять команду людей вокруг себя на воспитание осознанной личности каждого своего ученика создавая условия для раскрытия и реализации их внутреннего потенциала нет в мире даже двух одинаковых людей в одной семье когда рождаются в лишь близнецы внешне они похожи а вот внутренний мир у них абсолютно разные чтобы сплотить команду педагогов необходимо создавать систему ценностей которая будет объединять различия людей могу привести пример ценностей команды семейного клуба мечта мы все разные но нас объединяет любовь к детям а это значит забота о их воспитании образование которые они получат насколько она актуальна в действительности уважение друг другу начни проявлять его другому начни слышать друг другого понимать осознавать что он пытается тебе донести исчерпывая возможности действуй профессионализм и постоянное развитие своей экспертности в деятельности который ты занимаешься не может человек который сам не стремится познавать новое передать навык любопытности нашим детям искренность человеческих взаимоотношений мы не должны быть начальниками или надзирателями друг для друга делай свое дело хорошо ответственно понимая то что по твоей деятельности будут судить о работе всей команды следующий этап философии живой школы это видение куда мы идем для школы и путем развития школы должно стать создание уникальной системы образования которую будут наследовать опытом которые будут делиться с другими безусловно должны быть разработаны стандарты которых необходимо придерживаться и здесь хочу заметить хорошим фундаментом станет действующей системы образования потому что наша система образования она признана лучшей в мире но должны измениться подходы учителя должны сами выбирать что им необходимо для занятий какие учебники больше свободы в программе иногда нужно пять уроков чтобы ученика знание действительно и а иногда достаточно и и одной темы которая будет способствует раскрытию понимания что мы должны иметь в результате в результате дети должны после трудового дня выходить со знаниями знания которые не просто они расскажут а еще будут уметь применять их в жизни еще один важный момент на что нужно обратить в системе образования это навыки которые мы закладываем нашим детям сейчас они неосознанные но мы должны осознанно понимать какие личности в мы воспитываем и что мы им передаем мы их учим быть самостоятельными любопытными насколько они свободно и мысли как они коммуницируют в обществе вот что мы должны понять что самое дорогое для родителей а мы все являемся родителями это наши дети и желание нашим детям дать такое образование которое им поможет в жизни ощущать себя осознанными и счастливыми личностями мы сейчас вернемся к навыкам а я бы все-таки хотел уточнить что я считаю что вот история про миссию видение философию мы говорили только про педагогов но ведь школе мы знаем есть и люди которые причастны к образованию но не являются педагогами да это скажем так охрана там завхозы библиотекарей то есть это люди которые также по моему мнению должны быть причастны к этому процессу и идти в ногу с философии школы наравне с педагогами потому что в этой цепи дети будут смотреть на каждого на каждого участника этого проекта под названием живая школа а значит каждый человек внутри школы должен быть образцом и примером вот этого носителем скорее да носителем этой философии носителем вот этого культурного кода который создается внутри живой школы поэтому если очень важно все таки и уделять время работе не только с педагогами но и с людьми которые взаимодействуют с детьми не напрямую но также имеют влияние на них безусловно виктор речь идет о всей команде школы о каждом человеке который причастен к деятельности учебного заведения и более того не только команда а еще и родители потому что родители в свою очередь они тоже должны понимать что мы делаем как то что мы в них закладываем сегодня повлияет на то что мы получим завтра отлично и теперь с твоей точки зрения как педагога как руководителя очень интересно услышать твое мнение касательно того какие навыки сегодня необходимы нашим детям современным мир креативное мышление потому что сегодня все что можно запрограммировать будет запрограммировано мы знаем что к нам мы живем такое время когда распространяется и большими шагами шагает искусственный интеллект поэтому какой человек будет прежде всего актуален и востребован тот который умеет нестандартно мыслить необходимо причинно-следственное мышление понимание что мы делаем какие результаты мы получаем у каждого человека есть таланты которые заложены и даны ему от природы так вот должна быть создана такая среда в которой ребенок сможет раскрыть таланты увидеть понять и сможет эмоциональный интеллект навыки общения понимание что мы живем в обществе и необходимо у детей воспитывать навыки коммуникации в основе которых лежит сотрудничество между людьми уважение каждому человеку в мире мы должны наших детей научить видеть возможности вокруг себя мечтать понимать что необходимо делать чтобы наши мечты стали реальностью хорошо вернемся к педагогам и их объединение ты говорил о том что для педагога должны быть созданы справедливые условия сотрудничества что ты здесь имеешь виду ну во первых я четко убеждена что убеждена благодаря своему опыту что результат каждого педагога должен зависит от его личного вклада в общее дело и оплата труда учителя должна зависеть от количества твоего учеников и того наследия которое после себя оставляет учитель педагоги должны перестать конкурировать со конкуренция должна стать новой формой взаимоотношений педагоги должны активно делиться опытом помогать друг другу способствовать личному продвижению и продвижению всей своей компании продвижение каждого это вот первое с чего необходимо начать но все-таки немножко дискуссионная история если мы говорим о количестве учеников то как здесь уберечься от ситуации когда педагог будет просто зациклен или сконцентрирован только на этапе продвижения там своего предмета условно или же своего курса и будет зациклен только на наборе учеников но не на качестве обучения что тогда вы знаете виктор здесь такая совершенно новая история потому что хороший педагог к нему ученики притягиваются автоматически как было если педагог рассказывает о том что он делает зачем он это делает какие результаты у него получаются и родители видят что он созидающая личность и его и ребенок вместе с таким педагогом растет и развивается то они не просто выбирают этого педагога на протяжении длительного времени они будут рекомендовать этого педагога и его будут выбирать не только они а их друзья знакомые и все кто то есть информация о таких педагогах будет будет шириться очень быстро то есть мы говорим о том что в случае если педагог зациклен на только наборе учеников но не на качестве обучения скажем так не не концентрируя внимание на воспитание личности то назовем это естественным отбором до его из этой цепи вышвырнут сами же ученики и родители которые в скором времени создадут скажем так не слишком благоприятную репутацию да и позиционирование этого этого преподавателя безусловно фокус внимания педагога должен быть сосредоточен на личности ученика а и должно быть понимание что все остальное это инструменты которые помогают эту личность создавать например я беру игрушку я ее беру и понимаю какие качества какие навыки я буду развивать у своего ученика с помощью этой игрушки хорошо раз уж мы заговорили про инструменты про игрушки тогда какими игрушками должны обладать педагоги и все участники команды для того чтобы вот реализовывать эту философию и внедрять в свою ежедневную практику реализацию миссии живой школы какие у них игрушки первое первое это необходимо создать информационный справочник это такая книжечка которая есть у каждого сотрудника компании чтобы он смог ознакомиться с философией и компании в которой он будет взаимодействовать заем это методичка по философии живой школы до мало иметь такую методичку почему потому что читал не прочитал понял да понял необходимо постоянное общение необходимо чтобы при каждой живой школе были созданы университеты которых команда будет приходить к единому пониманию написанных справочники слов потому что суть заключается в том чтобы было поднимание что мы делаем куда мы идем и на основе чего то есть университетах мы говорим не про повышение не проводите курсы повышения квалификации а про обсуждение доведение до ума и понимание вот философии школа безусловно это ли здесь личностный рост каждого сотрудника и понимание куда движется его компания и что вместе создает команда педагога также таким действенным инструментом для нас для компании семейный клуб мечта стали живые стены это проект который мы создали благодаря совместно с вашей компанией вот можно будет кому интересные зрители посмотреть мы при им ссылочку на это видео что же это за инструмент это инструмент визуализации философии компании которые читали не только педагоги которые каждый раз приходят на работу в школу и вспоминают ради чего мы здесь но также эту философию имели возможно читать и наши родители а соответственно что написано на стене должно соответствовать действием в нашей жизни а если не будет соответствовать то что нас не будут выбирать а идея основная в чем том что родители должны иметь право выбора кому они отдают своих детей кто будет заниматься их воспитанием образованием потому что на сегодня это самое важное для каждого родителя на проект живые стены это такая классная история я думаю что по видео где мы презентовали этот проект можно посмотреть его результаты сильно было круто потому что потому что взять на себя обещание а это обещание перед родителями вести себя вот так и быть такими это это требует все таки смелости дерзости но при этом это требует огромной работы дисциплины потому что ты не можешь это написать на стене но быть и вести себя как-то по-другому ты по сути озвучиваешь свои намерения озвучиваешь свои принципы и уже не имеешь права от них отступать это очень круто что вы как команда решили это сделать внутри своей компании ну давай тогда еще поговорим о том что вот такие живые стены можно в принципе скопировать можно скопировать эти методички что можно сказать о том заработает ли заработать ли эта история если мы просто нарисуем сделаем другой проект живых стен в какой-то другой школе или организации виктор скопировать безусловно можно сейчас ксероксы работают прекрасно и технология в этом плане тоже развиваются со скоростью более того можно еще и лучше каждый раз да потому что каждый день появляются новые технологии каждой живой школе философию необходимо создать свою осознать ее и действовать в соответствии с написанным чтобы слово соответствовало делу более того постоянно делать анализ как поступки команды соответствуют тому что заявлено в философии ну я добавлю наверное еще то что перенимать какие-то классные правильные вещи это здорово если организация школа готова к внедрению вот этих даже если мы возьмут ценности мечты вот забота уважение профессионализма любовь к своему делу ничего плохого главное просто сильно жить и соответствовать этому делимся мы и записываем эти интервью для того чтобы кто-то взял наши инструменты которые помогают нам и тоже внедрял свою деятельность это будет действительно здорово ведь мы же говорим о со конкуренции сто процентов оль спасибо тебе огромное очень полезная информация и я верю в то что люди которые хотят создавать что-то в сфере образования они действительно найдут для себя полезные моменты в этом видео я проанонсирую нашу следующую встречу наша следующая встреча будет посвящена коммуникации это тому какой должен быть климат общения внутри живой школы разберем особенности открытого закрыт открытого и закрытого климата общений покажем разницу и поймем куда необходимо двигаться живой школе в плане создания эффективной коммуникации между людьми другими словами как научиться разговаривать правильно чтобы тебя понимать понимали другие педагоги другие члены команды родители дети и так далее оль огромное тебе спасибо очень интересно и самое главное полезно и без какого-то размытия поэтому до следующей встречи всем нашим зрителям огромное спасибо за то что нашли время посмотреть и скоро увидимся до следующей встречи всего доброго благодарю виктор за интересное интервью спасибо за просмотр!